Согласно электронному табло, троллейбус номер 10 перейдет сюда ровно через три минуты. Но, как видите, это вряд ли произойдет. Здесь идут ремонтные работы. Горожане удивляются, почему табло не отключают, не тратит ли его работа лишнюю электроэнергию. Ведь сейчас везде активно говорят о бережливом производстве. Если дорога ремонтируется, то зачем тут это нужно в табло сейчас? Людям, я думаю, удобства это не доставляет никакого. Они же знают, что здесь все перекрыто. Если улица, тем более, надолго перекрыта, она же, наверное, берет там какую-то энергию, что-то еще. То есть, конечно, надо контролировать, чтобы отключать их. Тем более, что тут надолго, я так понимаю. Наши городские службы не среагировали, скажем так. Будем надеяться, что в дальнейшем будет все нормально. Если электронное табло на улице Свобода работает и вводит горожан в заблуждение, то на улице Есенина в районе Барса его просто нет. А рязанцам и гостям города очень хотелось бы знать, когда приедет нужная маршрутка, автобус или троллейбус. Сталкиваются жители города и с такой проблемой, что на некоторых улицах электронное табло просто выключено. Бывает, что они просто не работают. И часто такое происходит где-то? Нет, не часто, но бывает. И неудобно. Мы уже привыкли к тому, что можно посмотреть, когда транспорт подойдет. Это очень удобно. Тут надо где табло поставить. На Есенина. Всегда народу табло нет. В больных местах ставить, а не где-то поставить, где мало. А тут самый перекресток. Здесь всегда очень много пассажиров, так что я думаю, что здесь нужно. И здесь потом маршрутов много ходит, поэтому я думаю, нужно. Рязанцы надеются, что информационное табло будут работать там, где это необходимо. И, возможно, новое оборудование установят, где это действительно требуется. Олеся Котровская, Горьглотов, телекомпания «Город».